Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем обзором привет. Что это? Что это? Ребята, ну, самолетик. Самолетик либо туда, либо туда. Ладно, давайте. Зачем я сюда пришел? Я пришел вам сегодня показать тяжелый комплекс Соррентопарк. Квартира 104 квадратных метра. Соответственно, извиняюсь, нет таких здесь квартир. Квартира номер 104. А площадью 34,5 квадратных метра на этом этаже стоит 5 миллионов 416 тысяч. Если же возьмем шестой этаж, то будет стоить 5 миллионов 100. Что хорошего вот в этой квартирке? А хорошее в том, что здесь худо-бедно, но видно море. Ну и краны, конечно. Ну и с этой стороны видно еще домик. Поэтому давайте я вам покажу на примере этого этажа, покажу вам все моменты, которые здесь есть, все квартирки, которые здесь есть. И уже будем с вами делать определенные выводы. Итак, давайте посмотрим квартиру номер 113. Квартира стоит 8200, сразу говорю, 8200. Но эта квартира, она самая интересная и она самая видовая. Эта квартира 49 квадратных метров по 167 тысяч рублей за квадрат. И этажом ниже она стоит на 150 тысяч дешевле. А вот этажом выше она стоит, о, нормально, она стоит этажом выше, она идет поменьше по размерам и будет стоить гораздо дешевле. 7500. В общем, смотрим мы с вами эту квартиру, цена 8200. В целом, нормальный вариант. Здесь, конечно, надо было приколоться и сделать дверь, чтобы кто-то пришел в гости. Выходи, и все. Видим мы с вами море, зелень, но, знаете, не тот вид, который хочется на море. Потому что, по большому счету, мы все-таки здесь видим вот эти дебильные краны, но лично они меня раздражают. Такое ощущение, что ты находишься не в районе морского порта, а ты находишься в районе, не знаю, в районе какой-то стройки, которая идет возле моря. А так, в целом, посмотрите, в целом все красиво, все хорошо. В общем, эта квартира мне нравится, но, опять же, да, вид на лютого любителя. Давайте посмотрим с вами еще квартиры, которые имеются в данном жилом комплексе. Квартира номер 112, да. И она 38 квадратных метров, ребят, чтобы вы понимали. И данная квартира стоит 6 166 000. Такая же квартира есть на 2 этажа ниже, она будет стоить 5 936. В общем, ну, разница небольшая, там 200 тысяч, поэтому, я думаю, лучше брать здесь этаж повыше. Все-таки вот эта сторона по виду мне нравится гораздо больше, потому что здесь мы уже видим с вами зелень, здесь мы с вами видим горы. В общем, вид здесь уже, я считаю, что более чем достойный. Поэтому я рекомендую все-таки этот этаж, да, и квартиры 38 квадратов. Это тот случай, где можно сделать одну изолированную спальню, ну и, конечно же, можно сделать кухню-гостиную. Давайте посмотрим еще одну квартиру в данном жилом комплексе. И это квартира номер, ну-ка давайте, номер 111. Квартира номер 111. Что же такое? 31 квадратный метр и цена этой квартиры 5 миллионов 71 тысяча. Да, квартирка неплохая, высокие потолки, есть балкон. С балкона вид, кстати, гораздо, знаете, ну, я жаль, что не матерюсь, но гораздо интереснее. Смотрите, мы уже не видим с вами никакие краны, мы видим с вами зелень, видим с вами море, ну и видим с вами горы. Эта квартира самая видовая. Ребят, запоминайте сторону. Извиняюсь. Эта квартирка самая видовая. Квартира номер 111. И, в принципе, она нормальная, адекватная по цене. Опять же, если учитывать, что дом сдан, это квартирник. И я думаю, что оно стоит того, чтобы можно было рассматривать. Следующая квартира, квартира 110. И она 34 квадратных метра. И стоит она всего лишь 5 миллионов 586 тысяч. Вот, наверное, вот именно вот такие квартирки я бы, я в первую очередь, рассматривал для себя. Почему? Да, ответ очень прост, потому что, говорю, здесь тот вид, который хочется, да. Да, там самолет, в принципе, не так слышно, да, потому что здесь есть две полосы для взлета и приземления. Ну, немножко звук есть, но не такой, который мы с вами слышали. Ну и, конечно же, вот посмотрите, да, вот оно море есть и горы есть. Я считаю, что эта квартирка самая интересная. Не знаю, что считаете вы, пишите в комментариях под этим видеороликом. Ну и, конечно же, давайте посмотрим еще варианты. Я думаю, вам тоже будет интересно. Это, наверное, квартира 109. Все правильно, я прям капитан очевидность. И данная квартирка стоит 5 миллионов 586 тысяч. У нее тоже хороший вид. Сразу вам говорю, ребят, сразу отличный вид у нее. Также море, также горы. В общем, эти все три квартиры, я считаю, что они, ну, топовые в этом доме. И их нужно раскладывать в первую очередь. Соответственно, давайте посмотрим с вами еще квартирку. Квартира номер 108. То есть, да, квартира 108-ая. И у нее ценник хороший, 5 миллионов 72 тысяч. Она чуть поменьше, она идет 31,5 квадратных метра. Но при этом она правильная квартира, правильная форма, где есть также хороший вид. Вид на горы, вид на море, ребят, на зелень, на бамбуковую рощу. Ну и, конечно же, здесь тоже все хорошо и добротно сделано. Ну и настало время писать еще одну квартиру. Квартира номер 100, ну-ка, 108-107. Квартира 36 квадратных метров. Она угловая, к многим тоже зайдет. И цена у нее 5 миллионов 436 тысяч. 5 миллионов 436. Да, одно окно, как говорится, не в Европу, а вот в соседний дом. Да, вот на одно окно. Но если мы посмотрим угол, да, то здесь мы видим с вами горы, ну и видим с вами немножко моря. Но одно окно у нас скошено и здесь отсутствует балкон. Поэтому для многих это катастрофа, ну реально, катастрофа в прямом смысле этого слова. Следующая квартирка номер 106. Она забронирована. Квартира с бомбическим видом. Она идет с видом в соседнюю стену. И эта квартира стоит 3 миллиона 234. Почему она забронирована? Конечно, забронирована не за потрясающие ледовые характеристики, а забронирована, потому что это те люди, которые мечтают жить хоть в подвале, хоть в цоколе, хоть на крыше, ну, чтобы до моря было идти 5 минут пешком. Поэтому такие квартирки раскуплены по всему стояку, чтобы вы это понимали. Ну и следующая квартира 105 квадратных метров, ребят, и как вы догадались, и она тоже у нас забронирована, она тоже у нас куплена. Цена у нее была 3 миллиона 600 тысяч, 24,5 квадратных метров. Но здесь уже что-то более-менее открывается. Море. Ну и здесь соседи, конечно, соседи, соседи, дружные соседи. 24 квадратных метра. Ну и, конечно же, давайте теперь посмотрим еще одну квартиру. Эта квартира 104. Она стоит 157 тысяч рублей за квадратный метр. И 34 квадратных метра. Ну, это вообще квартира называется ДНО. Я бы такую квартиру не рекомендовал никому покупать, потому что это не совсем то, что вы желаете от Сочи. Ну, реально не то, с таким прекрасным видом, в кавычках. В общем, ребят, как бы так. В любом случае, вы примерно понимаете, что здесь есть интересного. Корпус А, он самый из всех привлекательный. Поэтому его я рекомендую рассматривать в первую очередь. Ну и, конечно же, здесь также есть хороший вариант взять небольшие студии. Они уже получше у нас идут, да. Давайте посмотрим с вами. Они идут к студии номер 115. Сначала посмотрим 116. Она стоит 3 миллиона 689 тысяч. Но здесь уже хотя бы открывается какой-никакой вид. И студия всего лишь 23,5 квадратных метра. 23,5. Если мы посмотрим, да, вот здесь так вот можно выглянуть. Что и здесь тоже в соседии имеется. Ну и, конечно же, давайте посмотрим еще одну студию. Еще одну. 115-е. И данная квартира стоит 3 миллиона 924 тысячи рублей. Почему? Потому что здесь даже с окна уже открывается хороший вид. Не нужно выходить на балкон. Чем лучше вид, тем дороже ценник. Да, тем выше ценник. Ну и, конечно же, соответственно, вот. Вот такой вот вид. В общем, как бы так, ребят. Поэтому, 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 поэтому. Жилой комплекс Соренто Парк. Выбор, конечно же, имеется. Если вдруг хочется кому-то взять квартиру для отдыха. Ребят, для отдыха, да. Если вам хочется взять квартиру, чтобы не было определенных проблем с администрацией. Сейчас хотел проехать, но думаю, я буду как последний чмошник, да. Если я буду сейчас показывать, как разбирает у нас жилой комплекс на Белорусской. Его реально разбирают. Мне цена куча присылают фотографии, в том числе и риелторы. Но если я поеду туда снимать сейчас этот разбор, кстати, квартирника разбор, да. Незаконного, то я, наверное, опущусь сам в своих же глазах. Да, как бы я там ничего не продавал. И в принципе, я не обязан туда приезжать, чтобы там показывать и так далее. Но факты есть. Ни одно жилое помещение в Сочи не разобрали. А квартирники, которые у нас построены изначально на земле, ИЖС, потом переведены на квартирный жилой дом, их спокойно разбирают. Поэтому, ребят, тут, конечно же, вам написать, выбор за вами, что вам покупать. Ну, я почему приехал сюда, вот именно в данный жилой комплекс? Потому что здесь объект носит статус безопасный. Что значит безопасный? Здесь все, что нужно, узаконили. Все, что нужно, какие документы получили. На улице очень много людей, которые работают. И, в принципе, я думаю, в течение полутора месяцев весь жилой комплекс доведут до логического завершения. И здесь ценник будет еще выше. Да, здесь самолет летает. Да, здесь не самое комфортное место для купания. Но, в целом, зато близко море. Большинству клиентов ничего и не нужно. Им покажи море, они там готовы все, умереть в этой квартире. Поэтому для таких людей это хороший вариант. В любом случае. Потому что за 3 миллиона 300 тысяч вы не найдете квартиру больше на таком удалении от моря. И при этом, чтобы было все готово и все было у нас чисто с документами. Поэтому, ребят, если вы за безопасный процесс покупки квартиры в Сочи, то обращаемся, я помогу вам приобрести. А теперь, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok